Тут можно делать все, что не запрещено на улицах. Танцевать, рисовать красками, ездить на велосипеде и скейте, показывать силу и ловкость в паркуре и воркауте. Фестиваль субкультур «Уличная классика» провели в День молодежи на площадке вместе со спортом. Я был в шоке. Я сюда пришел, думал, здесь три человека будет на самом деле. А тут столько культур. А самое главное, что после праздника все локации останутся в Левобережном парке. И кататься здесь можно будет каждый день. Эти все объекты, эти трамплины, они все останутся в парке Левобережной и дадут такой же импульс развитию уличного спорта, уличной субкультуры и поддержки наших непосредственно ребят. Перемещаемся в шатры Росмолодежи и Дон Молодого. Тут собираются активисты, чтобы пообщаться, поучаствовать в квизах и мастер-классах. Все это на восьми тематических площадках по всем направлениям молодежной политики. Чем больше игр, тем больше народу, тем больше веселья. И самое главное, это всегда помогать друг другу. И самое интересное, это чтобы все были вместе. Можно было показать себя и предпринимателям. В маркете молодых предлагают купить необычный сувенир. Например, сумку-подушку, которая учиться поможет и стресс снять, уверяют авторы Даша и Настя. Значит, можно взять ее с собой на пары, прилечь. Да, вот особенно вот эта. Это модель как раз называется подушка. Уже проверена, так и использовалась, так и выживали во время диплома. На ней, правда, можно полежать, потому что она такая большая, вместительная. Можно пойти на пляж. В общем, как захочется. Главное, что антистресс и красота. Ну, а не хочешь спать на сумке, купи ковер. Или зеркало в ковре. Или аксессуар для прически. Или одежду в виде ковра. Это уже творчество Лизы и Маши. За молодежью будущее. И я действительно тоже считаю, что все в их руках. И молодежь способна сейчас на многое, что они рискуют, они творят, что-то делают. И это очень круто. А на главной сцене парка весь день выступали те, кто умеет петь и танцевать. Алина Цыганкова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский.